Здравствуйте! Мамина школа открыта для вас. Сегодня мы узнаем о том, чего нельзя беременной женщине, и о таинстве крещения. В гостях у маминой школы известный певец Роман Жуков со своей семьей, супругой Еленой и дочками Полиной и Елизаветой Викторией. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну ведь действительно, будущая мама задается многими вопросами. Можно ли ей кушать то или другое, можно ли ей красить волосы, можно ли заниматься спортом. То есть много вопросов окружает, она боится навредить своему ребенку. Вот вы, Елена, когда вы были в положении с дочками, сейчас вы ждете третьего ребенка, вы себя в чем-то ограничиваете? Да нет, в принципе. То, что для меня беременность, что я беременна, что не беременна, я как бы вот сама по себе не курю, но выпить могу там позволить вина немного, потому что вина как бы полезна. А так, что прям запрещать себе чего-то там. Я как бы вот внутреннее мне состояние подсказывает, что можно, а что нельзя. Нет никаких вредных привычек, поэтому вам не надо от них отказываться. И по состоянию своего здоровья, в соответствии с рекомендациями врачей, вы как бы чувствуете, если себя комфортно, то не ограничиваете себя. Я наоборот ее отговариваю от многих проектов, которые она замышляет. Какая-нибудь авантюра, связанная, не знаю, с пересечением Европы на автомобиле, на девятом месяце беременности, например. Я говорю, ты с ума сошла? Она говорит, почему? Давайте поедем. Ну, мы и едем. То есть вы все-таки осторожно относитесь, да, все-таки, чтобы не навредить здоровью малыша и мамы? Ну, я как-то стараюсь войти в ее положение. Как это ни звучит, ни комично. И предполагаю, что это какая-то нагрузка. Но вот, допустим, когда родилась Полина, да, за три часа до того, как ее вывезли до машины в больницу, она танцевала в дискотеке. Поэтому... Чего-то удивляться. Комментарии излишни, да. Когда, перед тем, как родилась Лиза, за неделю она, в общем-то, залезла на эту Эйфелеву башню. За три дня до родов даже, да, получается. То есть любительница острых впечатлений. Ну что ж, мы видим, что это не повредило вашему ребенку Елизавета, Виктория и Полина родились здоровыми девочками и пожелаем им здоровья. Мы разобрались в этой теме и постарались как-то классифицировать эти беременные запреты и разделили их на несколько сфер. Первая сфера – это дом и семья. Действительно, нас сегодня окружает большое количество всяких бытовых предметов, которые излучают какие-то вредные излучения. Да, это микроволновая печка, это компьютер, это мобильный телефон. Но наша жизнь без этих вещей невозможна. И тем не менее, врачи рекомендуют повторяться находиться вдали от работающей микроволновой печки и не вешать мобильный телефон хотя бы на грудь рядом с животом. Надо носить мобильный телефон в сумочке, чтобы он был подальше от живота. Следующее ограничение связано с питанием будущей мамы. Врачи не рекомендуют пить много кофе, крепкий чай, кушать мягкие сыры и кушать много острого и те продукты, которые могут вызвать аллергию. А вот, Елена, вы какие-нибудь себе продукты ограничиваете, то есть не кушаете красные? Я пытаюсь побольше, конечно, витаминов кушать, яблочки, бананчики. А так, что у меня конкретная диета, я беременна, я должна есть, мне такого нет. Ну вот, действительно, вы сказали витамины. Витамины очень полезны для будущей мамы, и все врачи рекомендуют уже с начального срока беременности принимать витамины. А вот о том, какие лекарства нельзя будущей маме, мы узнаем из поликлиники. Врач одной из поликлиник расскажет нам, какие лекарства нельзя употреблять беременной женщине. Ну, во время беременности, как и вне беременности, женщина может заболеть такими банальными заболеваниями, как ОРЗ, пищевое отравление, какие-то простудные заболевания. Проблемы, связанные с половыми инфекциями, также не обходят беременных. Ну и по этой причине, конечно, беременных надо лечить. К этому вопросу надо подходить с огромной осторожностью, потому что есть масса препаратов, которые оказывают негативное патологическое влияние на плод. Ну, приведу такой простой пример, как стриптомицин, к примеру, категорически запрещен. Для лечения беременных женщин, так как он вызывает глухоту у будущего ребеночка и патологию почек у мамы и ребенка. Препараты антибактериального ряда. Сейчас много таких препаратов, которые, в общем-то, допустимы для приема со второй половиной беременности. Но, опять же, надо исходить из того, ну, то есть не навредить. Значит, препараты, которые могут применяться у беременных в любом сроке, это витамины, минеральные вещества, это какие-то биодобавки, которые прошли проверки, именно российские проверки, то есть лицензионные препараты, содержащие большое количество витамина группы В1, к примеру, или витамин А, применяемые в больших количествах и неправильно назначенные могут вызвать эмбриопатии. То есть это патологии в развитии внутренних органов ребеночка. Хочу отдельно сказать о группе витаминов, необходимых для беременных. Это витамин группы С, он укрепляет сосуды, он необходим для укрепления мышц матки, для нормального развития ребеночка и нормального усвоения железа в организме матери. Витамин В9 или всем известная фолиевая кислота – препарат, необходимый для приема беременной женщины, так как он является профилактикой патологии нервной трубки, то есть каких-то профилактикой уродств у будущего ребенка, таких как незаращение верхней губы и верхнего неба, то есть заячья губа, волчья пасть. Витамин группы А также необходим. Он является одним из препаратов, которые стимулируют развитие иммунной системы у ребеночка, но в больших количествах, я уже говорила об этом, может вызвать эмбриопатии. Витамины группы Д необходимо применять, это уже в последних триместрах беременности, для профилактики рахита у ребенка. Кальций. Сейчас поговорим о минеральных веществах. Кальций также необходим для приема на протяжении практически всего периода беременности, особенно в последний триместр, так как он является необходимым элементом для строения скелета ребеночка. И профилактики разрушения зубов, нарушения роста волос, ногтей у будущей мамы. Побольше хочется сказать о биодобавках. К этому надо относиться очень осторожно, по той причине, что есть сейчас на рынке, к сожалению, огромное количество биодобавок, недопустимых для приема даже совершенно здоровым, небеременным, будем так говорить, людям. И они могут вызвать нарушения в состоянии здоровья достаточно сильные. Поэтому перед тем, как что-то принимать, надо советоваться не с фармацевтом, не с провизором в аптеке, а обязательно с лечащим врачом, с жирогинекологом. Следующая сфера, в которой могут быть ограничения, это отдых и досуг будущей мамы. Ну, неоднозначный подход и советы к тому, можно ли будущей маме отдыхать, но, тем не менее, всё-таки, если мама чувствует себя хорошо, если нет никаких противопоказаний, то она отправляется на отдых. Елена, я знаю, что вы во всех своих случаях беременности отправлялись на отдых. Вот расскажите, какие рекомендации вы дадите будущим мамам, как себя вести в самолёте, может быть. Вот мы знаем, что беременной женщине нельзя долго в одном находиться положении. Ну, не знаю, я спокойно как бы отношусь. То, что вот если мне неудобно, я, конечно, встану и там... Да, то есть надо просто, наверное, побольше ходить. То есть не сидеть все эти 2-3 часа, когда мы летим в самолёте, а ходить по салону. Побольше двигаться, да, если вот чувствуешь, что неудобно. Или лечь как-нибудь. Запастись водой, наверное, нужно, потому что беременная. Ну, я не скажу, что я прям много воды пью, там, жидкости. Вот, то, что вот хочется, я это делаю вот так вот. А загорать? Пытаться какие-то вот, допустим, чтобы солнце сильно не прелало, в теньке находиться какое-то время. Врачи как раз-таки рекомендуют, чтобы беременная мама находилась на солнце в те часы, когда солнце не очень сильно, не очень ярко. Да, это до обеда и после обеда. Вечерние часы, в утренние часы. Тогда солнце не вредно для мамы. Ну, и, конечно, пользоваться средствами защиты, пользоваться шляпой. И, там, часто бывать в теньке, чтобы не навредить малышу и, там, даже не получить элементарных ожогов, которые совершенно не нужны будущей маме. Вот недавно мы были на Кипре, вот буквально, там, сколько, вот неделю назад. Так как у меня Елизавета Виктория маленькая, еще мне приходилось с ней больше, конечно, в теньке находиться. Я знаю, что последнее событие, такое грандиозное в вашей семье, это были Кристины, вашей младшей дочки, Елизаветы Виктории. Как вы пережили это? Ну, вот, благодаря моим близким, вот, Крезной, маме, помощь, конечно, у меня шла. Так что, мне, в принципе, легче было намного. О таинстве крещения и о том, как необходимо готовиться к этому светлому дню, мы поговорим после нашей постоянной рубрики «Вопрос недели». Сегодня я отвечу на вопрос Ирины из города Архангельска. Она приехала в Москву для того, чтобы получить высшее образование. Я студентка МГУ. Постоянное место жительства – город Архангельск. Есть временная регистрация по месту пребывания в Москве. Сейчас мне необходимо встать на учет по беременности. Женской консультации при вузовской поликлинике нет. Попыталась встать на учет женскую консультацию при районной поликлинике, в том районе, где зарегистрировано. Но мне отказали, аргументировав тем, что для этого необходим московский полис обязательного медицинского страхования, а не мой, архангельский. Денег на платных врачей нет. Как быть и действовать дальше? Ирина, не переживайте, выход есть. В соответствии с законом Российской Федерации о медицинском страховании граждан, полис обязательного медицинского страхования имеет силу на всей территории Российской Федерации. По нему застрахованы, то есть вы, имеете право получать медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования, как по месту жительства, то есть в Архангельске, так и в любом другом субъекте Российской Федерации, и в Москве, и в любом другом городе нашей страны. Для получения плановой амбулаторно-поликлинической помощи в женской консультации при районной поликлинике вам необходимо с имеющимся у вас полисом и паспортом обратиться в управление здравоохранения по месту регистрации за получением направления на прикрепление к ней. И уже с ним, с направлением, обращаться для постановки на учет в женскую консультацию. Отказать в медицинском обслуживании вам просто не имеют права. Кристина – важный момент в жизни каждого человека. И, конечно же, ребенок еще не осознает, но уже чувствует эту связь с Богом. О том, как готовиться, что надо покупать, кто может быть крестным, к этому всем мы сейчас разберемся. Расскажите, пожалуйста, как вы готовились к Кристину? Ну, в общем, походы по магазинам. Начнем с этого. У нас такое событие, как бы у ребенка, у Елизаветы Виктории, двойное имя. И нам пришлось, конечно, не то, что пришлось, а мне хотелось немножко оригинального. И, в общем, были мы на Кибре. Началась наша поездка с того, что мы приехали. В течение трех-четырех дней начали подготавливаться. Поехали к батюшке. Вот. Поговорили, узнали, можно ли седьмого крестить, свободно есть время. В общем, для нас, как говорится, от Бога все это, потому что все-таки светлое событие. Да. Вот. И мы договорились, в общем, арендовали лимузин. Подготовились, купили платье, купили комплект для Кристин. Нашли крестных. Вот. Но по греческим обычаям, да вообще желательно крестный только что был. Вот. И поэтому нам не было такой прям сложности найти крестного. Давайте поясним зрителям. Из-за того, что у вас у дочки двойное имя, Елизавета Виктория, вы ее дважды крестили. Как Елизавету вы ее крестили на Кипре, а как Викторию вы ее крестили здесь, в России. Да. С самого начала немножко казался спорным вообще момент крещения одного и того же человека два раза. Но, как бы, немножечко помедитируя, пообщавшись, так сказать, с верхними астралами, я, в общем-то, пришел к выводу, что, а почему бы и нет? То есть, может быть и такое. А праздник действительно светлый, к нему нужно относиться не как события светлые, к нему нужно относиться не как какому-то такому просто ритуалу, да. Это все-таки нужно ощущать на себе вот эту защиту, да, которая на тебя начинает влиять, которая в действии, просто нужно в нее верить, ну, как, в принципе, и Бога, и, ну, верующие понимают, о чем я говорю. Поэтому все было хорошо, все было светло, и мы верим в то, что это будет помогать. Ну, это понятно, конечно. Ну, как бы, мы смотрим передачу в России, и давайте расскажем о тех традициях, которые у нас в России. Вот как готовиться? То есть, вы сказали, надо заранее пойти в церковь, да, поговорить с батюшкой, да, уточнить, назначить дату Кристин. Да? Вот как это у вас происходит? В Москве мы выбрали храм, где венчались, и вообще мне этот храм очень дорог, как-то очень близок к этому месту, вообще к этому, к этой церкви самой, и выбрали его вот поэтому. Всякие нюансы, они очень несложные, это там договориться, там, ну, будут задать вопросы, хотите ли вы хор, там, чтобы пел, хотите ли, чтобы колокола звонили, там, ну, это такие нюансы. То есть, договорились об организации? Об организации, совершенно верно, да. Следующий этап – это выбор крестных. Ну, у нас есть один, ну, это небольшой секрет. Откроем небольшую тайну. Лизочка, моя крестница, иди ко мне, моя девочка. Идешь? Крестной маме пойдешь? Мы покрестили Елизавету. И давайте узнаем вообще, что такое таинство крещения у батюшки Алексия. Кристины – очень важное событие в жизни родителей и ребенка. К ним нужно относиться серьезно, но лишнее волнение не должно омрачать торжественность момента. Таинство в том, что Бог входит в нашу жизнь, и мы в таинстве крещения рождаемся от второго Адама. Первый Адам нас увел из жизни в смерть. И вот второй Адам, Иисус Христос, в соединении Бога и человека в той любви, в которой Бог пребывает сам в себе, он спустился по своему милосердию, по своей милости к нам, по своей любви к нам, к людям. И не только прошел с нами земную жизнь, но и спустился туда, куда попадали души всех людей после смерти до Христа. И не было человеку спасения, потому что первый Адам захотел иметь что-то свое помимо Бога. И если Бог – это жизнь, то помимо Бога может быть смерть. Если Бог – это добро, помимо добра может быть зло. Если Бог – красота, помимо красоты может быть безобразие, без образа Божия. И вот человек все это приобрел и оказался в том мире, который Бог не создавал. Бог смерти не создавал. Смерть – это уход от Бога. И человек оказался в том мире, в котором царствует зло, смерть, ложь, обман. Ну, такого правила нет, чтобы обязательно крестить детей. Маленький ребеночек, конечно, в каком-то смысле он зависит от нашего желания его покрестить, от нашей веры. И такая традиция, такой обычай сложился, в общем-то, на Руси практически со времени крещения Руси. Крестить детей, креститься домами. Ну, в первую очередь самим постараться исповедоваться, наверное, и постараться причаститься, если можно. Потому что ведь это новая жизнь, и эта новая жизнь, она требует и нового содержания, и нового питания. Причастие – это питание новой жизни. Это та же самая хлеб и вода, которая необходима для жизни нашего тела, а также для новой жизни нашей души необходимо таинство причастия. Для того, чтобы очистить нашу душу, для того, чтобы Господь мог соединиться с нами, мы должны исповедоваться, исповедовать Господу те грехи, которые мы воспринимаем, как некий уход от той жизни, уход от любви Божьей, уход от совести, в конце концов. Ну, по канонам должен быть восприемник или восприемница. То есть человек того же пола, который приносит обеты, которые сам ребенок не может, естественно, маленький ребенок, сказать, дать обещание Богу отречься от сатаны и соединиться со Христом. Из-за него это делает восприемник. Но по русскому обычаю семья должна быть полной, должен быть отец и мать. Поэтому вот по такому устоявшемуся, укоренившемуся обычаю должен быть и крестная мать, и крестный отец. Работа к твоему сыну, с ним же благословенности, за пресвятым и благим и животворящим твоим духом. Ныне и преснен во веки веку. Есть такое правило смотреть календарь церковный, в котором есть имена и тех святых, чьи имена мы носим. И у каждого святого есть день празднования его один или несколько раз в году. И вот если мы хотим назвать человека каким-то именем, мы можем и сами назвать, а можем подобрать по календарю ближайшие после дня рождения ребенка, ну то имя, которое мы хотим дать ребенке. Для крещения ребенка нужна крестильная рубашечка. Обычно они продаются в церкви, ну или в иных местах. Продаются в церковных магазинах, в церковных лавках. Нужен крестик, ну который, опять же, можно приобрести в храме, там, где свечи продаются. Ну и полотенце. В общем-то, для маленького ребеночка больше ничего не нужно. В таинстве крещения, когда человек рождается от второго Адама, от Иисуса Христа, он входит в новую жизнь. И христианство – это не религия, это не relation по-английски, взаимоотношения, связь. Это не связь человека с Богом. А это новая жизнь, которая возвращена нам, возвращена свободой, которую человек утерял, уйдя от Бога, возвращена возможность любить так, как нам показал Христос. Это любовь, когда жертвует собой ради того, кого любит. Эту любовь он нам показал, и описана она в Евангелии, показал апостолам, другим людям. В таинстве крещения мы входим в новую жизнь, в жизнь, в которой царит свобода, в которой царит любовь. Но как мы воспользуемся этим правом новой жизни? Это уже наша свобода, это уже наша жизнь. Поэтому есть такое хорошее изречение, что Бог стал человеком для того, чтобы человек имел возможность стать Богом. И вот в таинстве крещения мы эту возможность получаем. Как мы ее используем, как мы ее реализуем в своей жизни, это уже зависит от нас. Главное помнить, что Кристины – это не обязательная формальность, а буквально второе рождение вашего малыша. И самое важное – это искреннее желание родителей подарить ребенку духовную жизнь. Ну что ж, дорогие зрители, теперь вы знаете, что такое таинство крещения, как к нему готовиться, как выбирать крестных. Думаю, что вы теперь знаете, как сделать этот день светлым и как правильно подготовиться к Кристинам. Я, в свою очередь, с удовольствием согласилась быть крестной мамой Елизаветы Виктории. Этот день по-настоящему был светлым. И я думаю, что теперь все вместе мы будем ходить в церковь и будем соблюдать все наши православные традиции. А сейчас наша постоянная рубрика «Семейные советы». Мы решили отучить Стаса от соски в 4 месяца. Стасик перестал засыпать без соски. И если вдруг ночью соску терял, то начались постоянные истерики. Поэтому мы плавно, где-то в течение двух недель, решили, чтобы он не пользовался соской. «А что мы плачем? А чего ты плачешь?» В принципе, первое время он не мог долго уснуть без соски, плакал периодически. Но все закончилось, и соску заменили игрушки, потому что он стал засыпать вместе с игрушками, обнимая их. От соски нужно отучать плавно. Не то, что в течение полугода отучать от соски, а в течение месяца. У нас получилось быстро. Насколько я знаю по опыту других мам, которые позже отучают детей от соски, это сопровождается большими проблемами. С рождения ребенка, я считаю, что необязательно давать ему соску, потому что соску я лично стала давать Стасику в те моменты, когда я не могла с ним справиться. То есть если он начинал плакать на улице, предположим, и он не хотел ни есть, ни на руки, то даешь ребенку соску, и он успокаивается. В принципе, это облегчает жизнь, поэтому многие прибегают к соскам. Просто нужно чаще ребенка держать на руках, не каждая мама хочет это делать. В основном все пытаются отучить ребенка, играя с ним. То есть либо собачка унесла соску, либо мы потеряли ее на улице, и больше соски не будет. Многие ходят, это как ритуал, закапывают соску в землю, говорят, что через полгода здесь вырастет много сосок, и мы сюда придем и заберем эти соски. Чем раньше, тем лучше. Спасибо вам большое. Мира, счастья и здоровья вашей семье. Спасибо. Спасибо вам также. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения на электронный адрес и по почте. Я отвечу на все ваши вопросы. Заходите на форум, там обсуждаются интересные вещи. И помните, воспитание ребенка – это прежде всего воспитание родителя. Если вы сами подготовитесь к этому событию, то для ребенка оно произойдет благополучно. С вами была Наталья Полетаева. Семейного счастья и до новых встреч!